Нихао. Любовь китайскому языку и китайской культуре сначала родилась у моего сына. Он уехал учиться в Далянский технологический университет, встретил там свою любовь, хорошую девочку Хао с говорящим именем. Они поженились, обвенчались по православному обычаю и теперь живут в Китае. И недавно родился у меня очаровательный внук Лев. В 2010 году я, как преподаватель русского языка, уехала работать в Китае, Целинский институт русского языка, город Чанчун. Знаете, много можно говорить о достижениях Китая. Китай поражает красотой своих городов, где соседствует история и современность. Но самое ценное, конечно, это люди. Меня, как преподавателя, удивляла и восхищала старательность китайских студентов. Я помню, с каким интересом они изучали белорусский язык. И тогда я написала следующее стихотворение на белорусском языке. На далекем усходе тихота не каска, на китайская сессия у отказ калиласка. И читая девчонка с Китая, старанна, добрый день, провитанье, и щирая дякуй. Но сегодня я хотела бы обратить ваше внимание вот на эту чашечку. Это фарфор. Это символ Китая. Это символ чайной церемонии. Здесь мы видим горы и воды, традиционный сюжет живописи Гохуа. Но эта чашечка напоминает мне об одной очень интересной встрече. Обратите внимание вот на эту газету. Будучи в Китае, я выиграла конкурс. Меня сфотографировали, поместили фотографию в газету. Ну и я, естественно, об этом забыла. Через некоторое время ко мне в Китай, в китайский университет, приходит письмо от китайца. Ему было 75 лет. Назвал он себя Николай Тун. Он пригласил меня в гости и сказал, что увидел эту фотографию в газете и очень хочет мне что-то сообщить. Естественно, мы встретились. Ему было 75 лет. Всю жизнь он проработал переводчиком с китайского на русский язык. Он был русистом. И он рассказал, что изучал русский язык в Харбине, в Харбинском университете. И преподавателем у него была учительница, очень похожая на меня. Вот именно эта фотография заставила его написать мне письмо, потому что мы были очень похожи. Но самое удивительное, он сказал, что она приехала из Белоруссии. Это 50-е годы, она приехала из Белоруссии. И теперь самое удивительное, фамилия у нее была Жердецкая. А это моя фамилия до брака. На память о нашей встрече у меня осталась вот эта чашечка. Он мне ее подарил. Она стоит у меня в серванте. И каждый раз, когда я до нее дотрагиваюсь, я вспоминаю эту удивительную встречу. Учительница, которая обучала русскому языку китайца 50 лет назад, носила ту же фамилию, что и я. Я не знаю, была ли это наша родственница, или это просто однофамилица. Но тем не менее, эта история меня очень-очень волновала. Продолжение следует...